всем привет вы на канале перепелкин александр и в этом видео я хотел бы поговорить с вами об увлажнении воздуха так как канал у меня большей части посвящен разведению при пилов мои подписчики очень часто мне пишут на почту где интересуются как повысить влажность воздуха или предлагают какие-то свои варианты сейчас я вместе с вами попробую разобраться в этом вопросе систему увлажнения воздуха я использую в своем инкубаторе для инкубирования перепелиных яиц но также увлажнять воздух нужно и в других случаях область применения ну лично я буду использовать для домашнего чисто использования но я знаю точно что использую те кто разводит и грибы для увлажнения помещений и те кто держит там какие-то оранжереи продает цветы в типографии часто используются в этом фрагменте видео вы видите промышленный увлажнитель который используется на производстве и в печатных типографиях увлажнители также можно разделить по принципу работы на три вида паровые традиционные или холодного действия и ультразвуковые подписчики мне рекомендуют использовать ультразвуковую систему увлажнения воздуха но мне кажется она для инкубатора не совсем подойдет потому что вот выделяемый туман он наверное будет консервироваться на стенках и стекать и приведет свежести такую систему увлажнения воздуха можно заказать на китайском сайте алиэкспресс она стоит не так уж дорого на мой взгляд ультразвук неплохо подойдет для помещений где выращиваются растения или рассада а также кто выращивает искусственно грибы вешенки и шитаки я использую свои инкубаторы традиционную систему увлажнения вы можете найти одно из моих видео где я сам ее собирал своими руками чтобы вам легче было искать дам ссылочку под видео и появится кнопка на экране что можно было перейти на это видео если у вас есть идеи или интересные мысли пожалуйста оставляйте свои комментарии под этим видео какой тип увлажнителя вы используете и где вы его применяете буду очень рад и другие мои подписчики с удовольствием почитают эти комментарии перейдем паровым увлажнителем воздуха при таком принципе работы увлажнение воздуха происходит стерильным паром преимущество этого метода наиболее эффективное потому что при помощи паровых увлажнителей влажность воздуха можно поднять больше 60 процентов такие увлажнители можно применять в зимних садах теплицах при помощи паровых увлажнителей воздуха в помещении можно создать такой микроклимат подобные тропическому но если сделать самому парогенератор то этот способ увлажнения воздуха получится наиболее опасный потому что для изготовления его понадобится либо кипятильник либо нагревательный тэн который без присмотра в котором без присмотра может испариться вода и может привести к пожару ну и плюс еще употребляемая энергия для подогрева пара получится накладно с экономической точки зрения спасибо за ваш просмотр надеюсь вам понравилась нарезка в этом видео подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующие видео и ставьте лайки всем пока по мнению израильских педиатров увлажнители воздуха представляют собой опасность для здоровья их эффективность никем не доказано что в израиле даже от этого умер ребенок все таки и Продолжение следует...